В этот прекрасный, погожий осенний день я хочу начать не с чтения, а с некоторых введений, куда без них. И этих введений будет два, это будет сегодня особый случай. Потому что обычно в введении я говорю те стандартные для научной ситуации вещи, которые следует говорить. Обычно я объясняю, почему мы читаем то, что мы читаем, то есть показываю актуальность. Затем говорю, как мы это читаем, то есть раскрываю вам методологию. И наконец объясняю, что мы читаем, то есть указываю на объектно-предметное поле, которое мы будем исследовать. Но в этот раз мы читаем Платона. Поэтому объяснять, почему мы читаем Платона, нет никакого смысла. Я рассчитываю, что вы со мной согласны. Особенно в условиях, в контексте нашего диалога нет действительно большой необходимости обвинять, почему Платон актуален. Вспомните словосочетание «платоническая любовь», и этого будет достаточно. Во-вторых, я не буду объяснять, как мы это читаем. Потому что если вы хотите ознакомиться с методологией, вы имеете такую возможность прямо в ходе курса. То есть вы просто можете замечать, какие приемы я использую, и этого будет более чем достаточно для того, чтобы понять, что происходит и как. Единственный вопрос, которого мы не сможем избегнуть, это вопрос «что?». Потому что диалог обязательно должен быть вписан в контекст, диалог обязательно должен быть поставлен на свое место. Однако, я вам только что указал на то, что я отрезал две трети из введения. Поэтому, естественно, их надо чем-то заполнить. Поэтому появляется второе введение. Вернее, первое введение. Вместо одного введения мы с вами получаем два. Одно из них красивое, одно из них некрасивое или менее красивое. Это важно для контекста, но не более того. Какое из них красивое, какое нет, естественно, решать вам. Я начну с первого. Оно будет более общим и, быть может, даже на первый взгляд не связанным с самим диалогом, но крепко и хорошо вписанным в контекст диалога. Поэтому, если вам кажется, что я говорю какие-то странные вещи, это потому, что эти странные вещи перестают быть странными только в контексте диалога, который мы обсуждаем. А в целом они остаются такими же странными, как и всегда, как они кажутся на первый взгляд. Когда мы смотрим на современный мир, мы видим, что в большинстве его аспектов он построен на одной концепции. Эта концепция звучит очень просто и сформулирована очень давно. И много раз переформулирована людьми гораздо более умными, гораздо более влиятельными, чем, естественно, то, что мы с вами делаем. Эта концепция звучит следующим образом. Человек отличается от других животных чем-то, что-то делает человека особенным. Человек отличается от других животных разумом. Тот факт, что человек имеет особое свойство или особую природу, автоматически означает, что все специфические человеческие проблемы могут быть решены с помощью этого свойства. Более того, он автоматически означает, что у человека есть некая телеология, и телеологически определяется его деятельность. Мы построили с вами мир и живем в нем, который целиком основан на этой идее, на идее о том, что человек есть существо разумное, и это отличает его от других живых существ. Где мы можем увидеть это в повседневной жизни? Очень легко. Можете вспомнить, как мама вам объясняла, что надо хорошо учиться, потому что умные люди – это успешные люди. Чтобы быть успешным, нужно быть умным. Помните, как мама вам говорила, не будь другом, ни в коем случае не будь профанным. Хорошо учись, все будет отлично. Если бы мы собрали комнату полную людей и спросили их, кто из присутствующих самый лучший? Кого из присутствующих мы можем отличить от других? Ответ, который пришел бы всем в голову в первую очередь – самый умный. Самый умный – значит самый лучший. Потому что если человек отличается от других животных тем, что он способен использовать разум, то чем лучше он использует этот разум, тем человечнее он является, тем ближе к человеческой цели он находится. Мир целиком и полностью построен на разуме, практически целиком и полностью построен на разуме. И все неразумные практики из него изгоняются. Подумайте о религии, подумайте о шаманизме, подумайте о каком-нибудь знахарстве, видовстве, ведьмовстве. Современный мир имеет это, несомненно. Но это считается маргинальным, это считается лишним, с этим нужно бороться. Современный мир целиком и полностью построен на научной картине мира. В этом смысле разумной картине мира. Это здание построено с помощью разума. Этот интерьер, в котором мы находимся, создан с помощью разума. Эти книги, телефоны, гаджеты, все, чем мы пользуемся. Даже астрологи, как вы помните, пользуются сейчас астрологическими программами компьютерными. А даже если бы они рассчитывали все вручную, они бы пользовались чем? Математикой. То есть сугубо научной дисциплиной, не имеющей никакого отношения к ненужным вещам. Естественно, мир, в котором мы находимся, выглядит крайне успешным. Потому что со временем, как вы могли заметить, разум оказывается настолько успешным в решении человеческих проблем, что его очень быстро начинают расширять на решение всех проблем вообще. В начале 20 века, наверное, эта тенденция достигает своего пика, когда появляются мечты покончить не только с голодом, бедностью, с эпидемиями, болезнями, но, например, покончить со смертью. Смерть – это не человеческая проблема, не сугубо человеческая проблема, но это финальная проблема, это последняя проблема. И в этом смысле разум экстраполирует себя во все окружающее, так как он оказался успешным в самом начале. Сейчас не начало 20 века, сейчас начало века 21, практически уже треть мы прошли. И мы можем сказать, что в какие-то моменты, что в этот конкретный момент, разум, конечно, уже не считается настолько огромной силой. Мы понимаем, есть вещи, которые недостижимы с помощью разума. Например, если в начале 20 века люди могли сказать, мы в состоянии повернуть реки вспять, то сейчас мы понимаем, что мы не в состоянии этого сделать. Не потому, что у нас нет инструментов, чтобы прокопать новое русло и развернуть реку, а потому что экологические последствия этого решения, этого действия будут катастрофическими. То же самое касается, например, полетов в космос. Мы не летим в космос не потому, что мы не можем рассчитать траекторию, построить достаточно большой двигатель, снабдить достаточно большую ракету достаточным количеством топлива, а потому что мы знаем, что солнечная радиация, от которой нас защищает магнитное поле Земли, в открытом космосе является смертельной для людей. Мы не решаем других таких же проблем. Снова, не потому, что мы не понимаем, как это сделать, а потому, что есть физические ограничения, которые мы не способны преодолеть. Последний из примеров, которые есть у меня на руках, это знаменитый вопрос термоядерного синтеза. Нет никаких теоретических проблем, мы прекрасно понимаем, как это работает, но мы физически не можем этого сделать. Однако тот факт, что сегодня в способности разума решать все проблемы сомневаются, не значит ни в коем случае, что разум не способен их решить. Быть может, мы с вами находимся просто в моменте депрессии, а через 10 и 20 лет снова появится оптимизм, и снова мы попытаемся повернуть реки вспять, попытаемся полететь в космос, попытаемся создать термоядерный реактор, попытаемся победить смерть и так далее и тому подобное. Однако тот факт, что эта концепция господствует, и что она крайне успешна, или, по крайней мере, до сегодняшнего момента крайне успешна, отнюдь не значит, что эта концепция верная или единственная. Мы с вами можем подумать о нескольких других. Я предлагаю подумать о двух. Об одной, потому что она не лезет у меня из головы в силу возраста. Вторая, потому что она подходит нам в контексте диалога. Первая из них будет выглядеть следующим образом. Мы можем себе представить, что человека от других животных отличает не разум. Человек от других животных отличает эротизм или сексуальность. Это вам мой клич. Попытайтесь представить себе мир, который был бы основан на этой концепции. Зная, как выглядит мир, основанный на концепции человека от других животных отличает разума. Концепция, которая нас интересует в контексте диалога, это способность человека, особая способность, уникальная способность человека, которую человек до сего момента приписывал богам, и изначально приписывал только богам. Это способность созидать из ничего. Вы знаете, всякий живой организм способен создать что-то из чего-то. Банальные продукты жизнеятельности. И даже практически всякий неживой процесс способен создать что-то из чего-то. Ну, например, ветер может создать песок из камня, или ультрафиолет может превратить молекулу кислорода в атомы кислорода, разбить молекулу на атомы, а потом из этих атомов будет собрана молекула озона, так работает озоновый слой. Или вы можете представить себе любой другой химический или физический процесс. Что-то всегда происходит из чего-то. И только человек оказывается способен создать что-то из ничего. Мы называем эту деятельность очень условно, потому что она нам подходит греческим словом поэзис, означающим творение. Но в нашем случае конкретный вид творения. Творение из ничего. Генеалогически первым видом поэзиса является, как вы понимаете, поэзия. Поэт создает некие истории, поэт создает некий нарратив. Он создает его из собственной головы, создает его из ничего. У поэзии есть определенные свойства, как у формы поэзиса, которые нас и интересуют. Во-первых, изначально генеалогически поэзия обращена обратно. Она обращена в Золотой век. Она никогда не говорит о будущем, о славном будущем. Она говорит только о великолепном прошлом. Во-вторых, поэзия связана с богами. Поэт никогда не говорит, что он создал какие-то произведения. Поэт всегда говорит, что ему помогли боги. Будь то бог напрямую или бог через посредством мус. Поэт вдохновлен. Сам он ничего не сделал. Все за него сделало его особое свойство. Это часть этого свойства, связь с богами. Так как поэт связан с богами, естественно, он созидает то, что он созидает, то есть поэтические произведения нерационально. Разум ни в коем случае не подключен к этому процессу. Я могу напомнить вам о начале апологии, когда Сократ идет к трем типам людей, отцы поэт и политики. И когда он приходит к поэтам, выясняется, я попытаюсь процитировать это по памяти, что всякий присутствующий мог истолковать произведение поэта лучше, чем сам поэт. Потому что для толкования нужно применять разум. А для созидания поэтического произведения это противопоказано. Наконец, поэзия имеет еще одно важное свойство. Поэзия связана с толпами людей, с многими. Поэзия занимается созиданием традиции. Поэзия управляет толпой с помощью созидания, поддержания и исправления, изменения традиции. Каким образом это происходит? Очень просто. Вы оказались в сложной жизненной ситуации. Вы задаете себе вопрос, что делать? И у вас в голове всегда есть ответ. А что бы сделал Геракл? А что бы сделал Зевс? А что бы сделал Тесей? И так далее и тому подобное. Традиция никогда не наказывает напрямую. Она никогда не угрожает вам. Она предлагает вам ролевые модели. Она предлагает вам законченную картину мира. Я могу привести вам пример. Он очень простой. Традиция позволяет вам не задаваться сложными вопросами, потому что все эти сложные вопросы уже решены. Например, вы хотите жениться или замуж? Жениться давайте сделаем так. Что делать? Не нужно думать. Традиция все объясняет. Вот 10 шагов, которые ты должен сделать, чтобы найти невесту, договориться с невестой и провести правильно свадьбу. Вот 10 шагов, которые ты должен сделать, чтобы завести детей. И так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Если ты хочешь показать свою аффекцию или, например, даже уважение перед другим человеком, не нужно заявлять об этом вслух. Традиция уже создала рецепты, исполняя которые, применяя которые, ты автоматически совершаешь необходимые действия. Бог поэзии, это Дионис. У Диониса есть свой музыкальный инструмент. Этот музыкальный инструмент флейта. Дионис связан с флейтой, и Дионис связан с поэзией. Дионис также, как вы помните, связан с вином. Вы, естественно, можете сказать, а почему поэзия, а, например, не музыка? Ведь музыка тоже, как бы, съедание из ничего. На что я должен буду вам ответить? Что, во-первых, изначально поэзия, это в первую очередь ритм. От этого и происходит слово рифма. Поэзия всегда музыкальна. Она всегда идёт в определённом такте. Читать древние стихи можно только в определённом такте. Они не зарифмованы. Они не должны быть зарифмованы. Они должны произноситься с правильной скоростью. Кроме того, у музыки есть проблема. Хотя музыка действительно может быть созиданием. Она ничего не передаёт. Пока в ней нет слов, пока в ней нет речи, она остаётся пустой. Наконец, можно сказать, что поэзия – это некий вид искусства. И то, что мы сегодня, естественно, называем искусством. И, наверное, всякое искусство – это тоже поэзис. Ну, как музыка, значит, как и скульптура, как и архитектура, как и живопись. Но мой ответ вам здесь – нет. Мы можем сказать, что живопись, архитектура, скульптура и всё, что мы сегодня называем искусством – это то, что по-гречески называется техне. И поэзия, как поэзия, естественно, представляет из себя пик техне. Иными словами, очень сложно отличить живописца, в смысле художника, от расписывальщика стен, в смысле ремесленника. Потому что они как бы занимаются одним и тем же. Очень сложно отличить архитектора от инженера. Очень сложно отличить раскульптора от каменщика. Но невозможно сделать поэзию технической. Имея линию техне, мы имеем как бы пик этой линии. Это поэзис в виде поэзии. Однако, эту линию техне мы можем продолжить. И тогда будем иметь второй пик поэзии. Пик противонаправленной поэзии. Этот пик поэзиса называется политика. Политика имеет свои свойства. Связанные, естественно, с теми, что я перечислил ранее. Во-первых, политика вневременна. Она может быть направлена как вперед, так и назад. Она может быть также и своевременной, сегодняшней, сиюминутной. Политика, так же, как и поэзия, имеет дело с людьми. Она управляет большими массами людей. Но она делает это не с помощью традиции. Она делает это с помощью закона. Закон не дает вам ролевых моделей. Закон не подталкивает вас делать что-то. Закон подталкивает вас не делать что-то. И закон пользуется для этого наказанием. Закон гораздо более жестче, чем традиция, как в своих формулировках, так и в своих результатах. Однако у закона есть решающие свойства, отличающие его от традиции. Да, решающие свойства. Это, конечно же, тот факт, что закон создан людьми. Поэтическая традиция происходит прямо от богов. Закон происходит только от людей. Боги нужны, чтобы регламентировать его. Или иногда некоторые люди подкрепляют закон традицией. Несомненно. Но в основе своей закон создан людьми. А раз он создан людьми, он создан рационально. Это еще одно свойство политики, отличающие ее от поэзии. Бог политики – это, естественно, бог политик. Бог политик – бог царь, бог управленец, бог пылитель. Бог политики – это Зевс. Зевс не связан с музыкой. У него нет своего музыкального инструмента. Вы знаете, что у него есть другой инструмент. Этот инструмент – молния. Наказание. Когда мы рисуем себе эту прямую линию, которая превращает общую размытую техне, и видим, что на одном ее конце находится поэзис – поэзия, а на другом – поэзис – политика, мы как бы думаем, что мы видим полную картину. Однако это не так. Потому что у нас есть третий бог. Этот третий бог называется Аполлон. Аполлон связан с музыкой, потому что в руках у него лира или кефара. Аполлон – это бог, связанный с политикой, потому что если самые древние греческие законы, закона Крита, Зевс дал своему сыну Миносу напрямую в известной Зевсовой пещере, то вторые законы лучшие после критских, законы Спарты, были не даны, но регламентированы Аполлоном. Аполлон – это бог предсказаний, бог Мантике. Я говорю вам об Аполлоне, потому что с Аполлоном есть проблема. Если есть третий бог, значит, есть третье искусство, третья форма поэзиса. И третья форма поэзиса – это философия. Философия имеет свои определенные свойства, противонаправленные политики и поэзии. Таким образом, мы видим, что наша прямая линия превращается в равнобедренный треугольник. Смотрите, философия изначально прогрессивна, она направлена вперед, она не направлена назад. И в этом смысле она всегда, она изначально направлена против поэзии. Мы можем увидеть, как поэзия воюет с философией, или мы можем видеть свидетельство того, что философия и поэзия – это противники, как в Аполлогии, Аполлогии 20-20, так и в Федре, Федр 245 АБ, так и в государстве. Хорошо. Значит, философия всегда направлена вперед. Философия также говорит, что в отличие от политики и в сходстве с поэзией философией может заниматься только человек определенной природы. Но эта природа связана не с богами, эта природа связана с разумом. Философия рациональна, как и политика. Но в отличие от политики, философия также по определению порывает с традицией. Наконец, у философии есть еще одно решающее свойство, которое отличает ее от политики и поэзии. Философия не может управлять массами. И в этом смысле, когда философия хочет управлять массами, она всегда должна взять в союзники либо поэзию, либо политику. При том, что она противостоит как одной, так и другой. У философии нет своего бога, это очевидно. Но мы зачем-то говорим о Аполлоне, и он зачем-то в пире есть. Аполлон воюет с Дионисом, и Аполлон претендует на место Зевса. Иногда он сотрудничает с Зевсом, иногда он выступает против Зевса. В смысле, выступает со своими собственными политическими амбициями. Я напоминаю вам, что законы Спарты даны с санкцией Аполлона. Когда мы смотрим в диалог, вместо обсуждения трех этих богов, хотя все там есть, и там есть даже сюжет, связанный с ними, о котором мы сейчас поговорим, мы находим обсуждение одного – Эроса. Каким-то образом Эрос заменяет всех трех. Каким-то образом Эрос должен быть напрямую связан с поэзисом. Дионис – поэзия, Зевс – политика, Аполлон – или знак вопроса – философия. Но все вместе они – это Эрос. Когда мы пытаемся смотреть на драматическую структуру диалога, мы обнаруживаем там историю борьбы этих трех богов. Все начинается в 174С, когда Сократ нападает на Аполлона. Затем наученный им Федор в 190Е, 191Б, прошу прощения, в 179Д, нападает на Аполлона уже открыто. Затем Эликсимах пытается восхвалить Аполлона, но проваливается в своем восхвалении, 186Е. Затем Аристофан пытается показать, что Аполлон и Зевс сотрудничают. После чего Агафон заставляет Аполлона встать выше всех остальных богов, 197Б. Наконец, все заканчивается вторжением Алкивиада и местью Аполлона Дионису, 215БЦ. Точно так же, как в начале Федор описывает, как соратник или наследник Аполлона оказывается убит последователем Диониса, точно так же в конце Алкивиад описывает, как слуга и соратник Диониса оказывается побежден и убит Аполлоном. Эта нарративная структура имеет большое значение. Какое значение? Мы попытаемся увидеть, уже читая сам диалог. Но она четко совпадает с нарративом самого диалога. Эта история о том, как Аполлон унижается в начале и как он встит в конце, кажется, походит на ту подлинную историю, которая происходит в самом диалоге. На этом я постараюсь закончить свое первое введение, лишь указав вам на два последних замечания. Эрос у Платона упоминается, естественно, не только в Пире. Есть интересующее нас и решающее упоминание Эроса в государстве. Государство 369b, 371e. Этот решающий момент заключается в следующем. Когда Аристотель описывает появление государства у людей, он начинает, как знают некоторые из вас и, надеюсь, знают большинство, он начинает с секса, он начинает с семьи. Он говорит, государство, естественно, выходит из семьи. Изначальный эрос, изначальный эротизм человека подталкивает человека или определяет человека в создании государства. Если вы откроете указанный мной трудок Платона, вы увидите прямо противоположное. По Платону государство создается из необходимости, из разделения труда, из невозможности сделать все самому, невозможности обеспечить свою жизнь самому. Ни в коем случае не из эроса. Эрос изгнан из политики. Эрос не имеет никакого отношения к политике, к политическому порядку. И это тяжелый и серьезный вопрос, на который очень тяжело ответить, и я думаю, вы практически не найдете ответа на него в современной литературе, кроме узкоспециальных, старей или узкоспециальных каких-то книг. однако мы знаем также, что и мы можем попытаться дать предварительный ответ на этот вопрос, который нам потом поможет, что эрос связан с одним из участников пира напрямую. Если вы откроете Плутарха, Плутарх в сравнительной жизнеописании, Алкевиат 16, вы увидите, как Плутарх пишет интересный анекдот об Алкевиате. Алкевиат, говорит Плутарх, хотел, естественно, отличаться от всех остальных афинян, хотел выдаваться вперед, выдаваться во всем, и в частности в своем вооружении. В отличие от всех простых людей, которые набили на своих щитах или нарисовали на своих щитах стандартный для афинян символ, символ совы, то есть животного Афины, Алкевиат повелел выбить на своем щите эрота с молнией в руке. Эрота, захватившего оружие Зевса. Если мы обратимся к другому греческому автору, а именно к Геродоту, и посмотрим, в каких случаях он употребляет глагол «рао», то есть глагол «хотеть», «желать», мы обнаружим, что он употребляет его только в очень специфических случаях. Геродот употребляет его только тогда, когда он описывает, как некий человек выжевал стать тираном или выжевал погубить политический порядок. Эрос и политический порядок противонаправлены. Именно поэтому в государстве Сократ говорит «эрос – это тиран, а тиран – это эрос во плоти». Вот первый примерный намек на то, почему Платон изгоняет эрос из образования государства. Потому что политический порядок гибнет от эроса, а не образуется от него. Хорошо, вот теперь на этом я заканчиваю свое первое введение и задаю вам вопрос. Есть ли у вас какие-нибудь вопросы по поводу услышанного или замечания? Да. Вот Ругори по Аристотелю получается государство возникает от семьи, то есть от эроса, а Платону от необходимости. Но так ли они отличаются в этом вопросе, если эрос мы тоже можем рассматривать как необходимость? Очень очень хороший вопрос, спасибо большое. Там, где Аристотель пишет о образовании семьи, он естественно пишет «Она происходит по необходимости». Но когда я говорю о необходимости, речь идет немножко о другом. Платон Аристотель говорит «Все складывается само собой, естественно». Вы встречаете интересующего вас мужчину, влюбляете в него, и у вас как бы само собой появляются дети. Вы не отдаете себе отчетов в том, что происходит. Все это естественный процесс, как у животных. В случае Платона все не так. Вы находитесь в ситуации, когда вы не можете жить один, потому что вы не можете себя обеспечить всем остальным. И вы говорите себе «Да, мне остальные люди не нравятся, да, они опасны, но у меня нет выбора, иначе я не смогу кушать сегодня, или иначе я не смогу сделать себе бодинки, иначе я не смогу построить дом и жить в доме». Одно дело естественный процесс, другое дело разумное решение. Решение продиктованное опять же не любовью к людям, а именно тем фактом, что иначе нельзя, иначе поэзия направлены только в прошлом. Можно правильные вещи говорите. Конечно же, современная поэзия, заходите в книжный магазин, а там есть раздел фантастика, и естественно вся она направлена в будущее. Именно поэтому я с самого начала говорю о генеалогической первой поэзии, об изначальной поэзии. А исходение богов и стихов это прошлое? Конечно, потому что все боги только в прошлом. Боги очень редко являются людям сейчас, но они очень активны в прошлом. Когда шла Троянская война, боги и люди взаимодействовали напрямую. Когда происходит пир, боги и люди уже не взаимодействуют напрямую. Они взаимодействуют через искусство антике, через жертвоприношение, через мус, который передают послания богов поэтам. Конечно, поэзия стала разрастаться, теперь она может быть обращена вперед. Именно поэтому имеет смысл только в контексте диалога. А вне контекста диалога какое отношение Аполлон имеет к философии? Можно уточняю еще вопрос про поэзию? Сначала идет созидание, потом трансформация, а третье... Сохранение. Поэзия сохраняет традицию, поэзия создает традицию изначально, сохраняет традицию и изменяет традицию, заставляет ее мутировать. Хорошо. Еще какие-нибудь вопросы есть? Тогда давайте мы перейдем к второму поведению, объясняющему, что мы собственно читаем. Естественно, нельзя рассказывать, нельзя пытаться объяснять, что мы собственно читаем, не сказав о том, что собственно Платон написал. От Платона до нас дошло 36 произведений, 35 диалогов и народ писем. Не все эти диалоги сегодня считаются аутентичными, то есть именно написанными самим Платоном. Но мы, к сожалению, не имеем возможности понять, какие именно. Более того, точка зрения все время меняется, наука все время бавает в этом вопросе. Какие-то диалоги, считавшиеся аутентичными, перестают считаться таковыми, какие-то диалоги, считавшиеся неаутентичными, начинают считаться аутентичными. И так далее. Мы, естественно, находясь в конкретном историческом моменте, дадим себе зарок, что мы будем обращаться только к тем диалогам, которые сегодня считаются аутентичными. И будем говорить только о них. Мы всегда будем держать в голове, что диалогов все-таки 35. И та традиция, которая донесла до нас эти диалоги, как платоновские, явно понимает, явно находится ближе к Платону, чем мы с вами. Ей виднее. Насколько виднее? Вопрос, но точно виднее. Когда мы смотрим на эти уже не 35, а несколько меньше, исключая, естественно, сомнительные. Когда мы смотрим на эти, считающиеся аутентичными, идеологи Платона, мы видим удивительную вещь. А именно, мы видим сразу, только по названиям, что шесть из них отличаются от всех остальных. Только шесть. диалогов Платона не названы по имени действующего лица или обсуждаемого лица, а названы в честь некой проблемы. Эти диалоги, это апология Сократа, вы видите, он не называется просто Сократ, это защитная речь. Государство, законы, софист, политик и пир. тот факт, что эти диалоги отличаются своим званием от всех остальных, автоматически объединяет их в одну группу. Между ними есть что-то общее. Они каким-то образом объединены. Понятно, что эти диалоги отличаются между собой. Мы видим, что они все-таки разные, что это не один и тот же диалог. А значит, перед тем, как объединить их в какую-то единую группу по какому-то признаку, который нам пока не ведут, будет лучше попытаться объединить их в группы поменьше, потому что так нам быстрее сможем выделить тот признак, который их объединяет. Естественно, эти группы должны состоять из целых чисел. И потому у нас только два выбора. Либо это две группы по три диалога, либо это три группы по два диалога. Попытаемся объединить сначала два диалога, по два диалога в три группы. И увидеть, что, как мы можем это сделать, что между ними общего. Это, оказывается, сделать довольно легко. Государственные законы идут вместе. Потому что государство описывает идеальный режим, а законы описывают второй от идеального режима. Или режим, который может перейти напрямую в идеальный. Софисты и политик идут вместе, потому что эти диалоги происходят фактически с разницей в один день. Действующие лица в этих диалогах одни и те же. Говорящий или главный персонаж, так называемый джоземец из Иллеи или в нашем переводе чужеземец из Иллеф один и тот же. Даже характер логических построений в них одинаковый. Однако, когда мы смотрим на диалоги софисты-политик, первый из которых, очевидно, посвящен софисту, то есть учителю некоего искусства, а второй политику, то есть пользователю политического искусства, практику политического искусства, мы, естественно, думаем о том, что нам не хватает третьего диалога. Этот диалог должен называться философ. У нас есть учитель некоего искусства и практик политического искусства. Чего нам не хватает? Нам не хватает учителя политического искусства. Это и должен быть, как нам кажется, диалог философ. И даже нам кажется, что мы понимаем, почему этот диалог не написан. Было бы странно ожидать от Платона диалога под названием философ. Потому что ответ на вопрос, кто такой философ или что такое философия, заключают в себе все диалоги Платона. Ибо Сократ и есть философ по Xen Godzilla, и наблюдая за Сократом, за его действиями, и за тем, как они описаны, какие действия описаны, а какие не описаны, мы должны дать себе представление о том, кто такой философ и что такой философ. Однако его диалога нет, и его нам не хватает. Последняя пара, у нас нет других вариантов, это апология и пир. Как связаны апология и пир? Легче всего начать с того, что понятно, апология. Какова тема апологии? Очевидно, это защита Сократа на суде. Отчем он защищается? От двух обвинений, двух с половиной. Неверие в богов города, в скобочках, и создание новых богов. И второе обвинение, злощение молодежи. Если пир должен быть связан с апологией, и мы знаем точно тему апологии, то что должен представлять из себя пир? Он должен представлять из себя пример неверия в богов города, введение новых божеств и развращения молодежи. Сократ, естественно, занимается всем этим во всех диалогах, потому что практически все диалоги это диалоги с молодежью. И так или иначе они включают в себя вопрос о божественном. Некоторые из них, как, например, Евтфрон, четко имеют тему божественного, а некоторые из них, например, как, давайте я скажу, первая книга государства, так как это вам близко, имеют дело четко с возвращением молодежи. Так вот, пир имеет дело и с тем и другим. И то и другое в пире должно быть максимально проявлено. И мы должны увидеть, Сократ виновен или Сократ невиновен. Однако, когда мы разделяем эти диалоги на... Да. Можно спросить, пока мы далеко не слышим. Вот, когда мы объединяем софисты и политика, да, и заключаем, что нет философа, мы призываем, что философ является учителем политикой. Но при этом мы говорили, что философ может быть между дух, между поэзией и между политикой. Вот, почему философ в этом случае должен выбрать политику, а не традицию, то есть не поэзию? Хороший вопрос. И это связано с тем, о чем я говорил вам, когда мы обсуждали свойства. Так как философия направлена только вперед, а поэзия направлена только назад, а политика может быть направлена как вперед, так и назад. Кого лучше выбрать, союзники? Кто ближе? Изначально, если мы попытаемся собрать из диалогов Платона, расположив их в хронологическом порядке, их не дат их создания, а драматических дат их происхождения, мы можем увидеть эволюцию Сократа. Изначально радужный, молодой, полный надежд Сократ сталкивается с отвратительной реальностью, с некой отвратительной реальностью, и после этого мрачнеет. И в связи с этим мы видим, как изначальный Сократ обращается к политике как к решению проблемы, но по мере его старения он все больше и больше начинает отходить от политики. Давайте я покажу вам пример. Алкевиат это провал. И тот факт, что Алкевиат это провал, а вместе с ним провал Критий и провал Хармит, те самые юные аристократы, которые должны были сделать то, что Сократ хотел, чтобы они сделали, которые оборачиваются страшнейшими ранами и убийцами, толкает Сократа, толкает философию прочь от политики поэзии. И именно этот процесс мы и наблюдаем в пире. Это также косвенный ответ на ваш вопрос, почему поэзия стала направлена вперед. Потому что Сократу удалось совратить некоего поэта, или даже группу поэтов, или даже поэзию целиком, и разорвать связь поэзии с традицией, сделать ее инновационной. Я указываю вам лишь на один момент, известный анекдот о том, что все трагедии Еврипида написаны самим Сократом, или под невероятным влиянием Сократа. Откуда этот анекдот рождается? Из очень простой вещи. Еврипид невероятно отличается от древних трагов, от Эсхилла и Софокла. Он не понимает трагедии. Его трагедия инновационна. И именно поэтому с самого начала умные люди начинают подозревать, что что-то здесь нечисто с Еврипидом. Что именно происходит в пире в плане развращения молодежи? В общих чертах Сократ приходит, чтобы развратить Агафона. Мы увидим это. Он необычно одет. Он вдруг красивый. Такого не бывает. Он идет с определенной целью туда. Так не бывает, чтобы Сократ не шел без цели. И в конце Алкевиат раскрывает сократовский заговор, потому что Алкевиат Сократ уже был развращен Сократом. Он знает, как это работает. Эру касается коротко о развращении. Теперь коротко о неверии в богов города и введении новых божеств. Разговор об Эроте, об Эросе, прошу прощения, начинается с очень простой вещи. Федор говорит, ни один из поэтов не превозносил Эроса. Как так получилось? Давайте мы это сделаем. Но заканчивается это естественно тем, что Эрос это не бог. Эрос демон. Помните в апологии обвинить говорит, Сократ не верит в богов города и вводит новых божеств. И Сократ говорит, а, так ты про демонов говоришь? Как же можно верить в демонов, не веря в богов города? Помните эту проблему? Вот. То есть введение, но превращение Эроса из бога в демона, это одновременно нечестие, неверие по отношению в богов города и введение новых божеств. Мы разделили на две группы, на три группы по два диалога. А теперь попробуем разделить на три группы, на две группы по три диалога. Это не сложно. Вернее, это не должно быть сложно. Какие диалоги идут вместе троицей? Апология, государство, законы. Почему они идут вместе троицей? Все очень просто. Апология описывает судьбу философа в реальном городе. Он умирает, он убит, он казнен. Государство описывает судьбу философа в идеальном городе. В идеальном городе философ это философ-царь. Законы описывают судьбу философа во втором от идеального городе. Во втором от идеального городе философ не философ-царь, ни при каких обстоятельствах. Философы не управляют, не управляют, находясь на политических должностях. Во втором от идеального государства существует так называемый ночной совет. Философы собираются по ночам, когда все спят и создают, слэш, исправляют законы, и с помощью законов правят городом. Кроме того, мы не можем забывать и то, что в апологии главное действующее лицо это Сократ, в государстве главное действующее лицо это Сократ, но в законах главное действующее лицо это безымянный афинянин. И в этом смысле уже Аристотель в своей политике 12.65.10.15 и 12.65.10.15 говорит нам, что на самом деле безымянный афинянин и есть Сократ, но он безымянный по определенной причине, по какой. В Критоне, Критон 53, Критон предлагает Сократу, как вы помните, бежать. И Критон говорит, беги в Фессалию, у меня есть там друзья. Сократ отвечает, нельзя бежать в Фессалию, потому что это далекая варварская страна, там нельзя заниматься философией. А бежать в близкую к Афинам цивилизованную страну нельзя. Почему? Потому что Сократе там быстро узнают, дойдут слухи. На этом Критон отступает. А мы с вами не можем, потому что Сократ скрыл как минимум еще два варианта. Эти два варианта очень простые. Один полностью нерабочий, близкая варварская страна. Туда тоже нельзя, потому что там не занимаются философией. И второй вариант – далекая цивилизованная страна. Там можно заниматься философией, и там не знают о том, кто такой Сократ. Далеких цивилизованных стран как бы всего две. Это Спарта и Крит. В Спарте Сократу нет места, как и всякому уродцу. Давайте я скажу это так. Его бы кинули с Тропейской скалой очень быстро. А если бы выжил, кинули бы потом еще разочек. Вот, поэтому где происходит действие законов? На Крите. Критянин, у которого есть имя, спартанец, у которого есть имя, обсуждают законы с афинянином, у которого имени нет. Иными словами, Аристотель и современные его следователи подразумевают, что законы – это некий фанфик Платона о том, чтобы было, если бы Сократ сбежал. То есть все диалоги исторические, а этот диалог воображаемый. Это тот диалог, который точно никогда не мог состояться. И для того, чтобы он мог состояться исторически, Сократ теряет свое имя и превращается в афинянин. Вопрос. Да. Если государство описывает идеальный режим по закону второй, то почему тогда идеальное тайное правительство образно саконных хроник государства? То есть философ не должен править, почему в идеальное правительство? Ага, и это снова хороший вопрос, который, с одной стороны, имеет отношение к эволюции Сократа, о которой мы только что говорили. То есть идеи Сократа меняются от желания изменить существующий политический режим, к желанию описать идеальный и увидеть самое важное. Когда вы читаете «Государство», вы должны понимать самую важную вещь. Описывая идеальное государство, мы понимаем, что оно невозможно. То есть то самое идеальное состояние недостижимо по определению. Для того, чтобы достичь его, описывает нам план в государстве, нужно приложить такое количество усилий, которые приложить фактически невозможно. Простейший пример. Так как стражи – это сословие, а не наследная аистократия, то дети от простых людей могут быть стражами, а дети стражей могут быть простыми людьми. У стражей плюс еще коммунизм, общность жены детей, чтобы ни один ребенок-страж не знал, кто его родители. Ну понятно, почему родители из простой семьи. А подлинные родители стражи потеряли своего ребенка в простую семью. Проблема заключается в том, что для того, чтобы определять, какие дети должны попасть к стражам, а какие дети от стражей должны уйти, мы должны делать это прямо при рождении. Помните, Платон говорит, надо прямо при рождении подменять детей. Какая наука позволит нам понять, что перед нами будущий страж прямо при его рождении? Двигаемся немножко дальше. Платон говорит, также по мере взросления должны продолжить подменять этих детей. Помните, что Аристотель говорит, это во второй книге «Политики» – это адская глупость, говорит Аристотель, потому что дети вообще-то похожи на родителей. И я поэтому сразу говорю вам, что когда вы читаете критику Платоновского идеального государства у Аристотеля, вы сразу понимаете, что Аристотель ничего не понимает в Платоне. Но тут же следующее мое замечание – он явно понимает в Платоне больше, чем мы с вами, конечно. Вот, следующий момент. И так, даже если это возможно, физически возможно, каким-то образом подменить уже 10-7-13-летнего ребенка, то есть рост его стражей, запустить вниз обратно и каким-то образом убедить, что он никогда никаких стражей не видел, а вообще-то жил все время, да? То есть применить эту палочку людей в черную. Все равно встает вопрос, какая наука позволит нам понять, что в 7-10-13 лет ребенок принадлежит к сословию стражей? Ответ один – идеальная наука психология, законченная наука психология, но мы не имеем ее и не можем ее увидеть. Зачем стражей выбраны идеальный психологический образ, когда мы не считаем? Нет, 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 у них не идеальный психологический образ, у них конкретный психологический образ, который подходит только для того, что они делают. А ты делал应 анатомию, потому что они должны быть химики его? Нет, 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 ни в коем случае. Стражи имеют определенную функцию. И вообще я советую вам почитать для этого дела Тимей и увидеть, что весь диалог государства, когда он в Тимей суммируется, суммируется очень просто. Сократ, Критий, Тимей и прочие встречаются прямо на следующий день после государства и говорят, а давайте мы посмотрим, что было в государстве. И они начинают пересказывать государство, а там только при страже. Там ничего нет. Ни царей-философов, ни крестьян, ни размеров государства, ни количества, ничего. Там только военкоммунизм и стражи. Поэтому каким-то образом это имеет значение. Хорошо. Нам надо объединить. То есть Платон показывает, что это невозможно. И тогда встает вопрос, а что же возможно? И у нас появляются законы, как второй от идеального порядка. Как достижимый порядок. Порядок, при котором философ все-таки не царь. Я укажу вам также на другую проблему из государства. Давайте, чтобы вы не думали, что я думаю только о женщинах и детях. То есть о коммунизме и детях. Когда мы создаем идеальное государство, в самом-самом начале, уже из разделения труда, из концепции разделения труда, следует знаменитое платоновское правило или сократовское правило, если хотите. Одна душа, одна профессия. Если вы прочтете политика, вы вспомните, что царское искусство или политическое искусство заключается в том, чтобы увидеть душу человека и назначить тот род занятий, который этой души принадлежит. Соответственно, все в государстве должны заниматься только одним занятием в идеальном государстве. Но тут есть проблема. Дело в том, что стражи из разряда стражей переходят куда? Разряд царей-философов. Иными словами, стражи должны иметь две профессии. А это нарушает порядок, который мы с самого начала приняли. Я уже молчу про более очевидную проблему. Он царь-философ. Это ведь тоже два разных рода занятий. И, соответственно, это тем более нарушает идею о том, что у одного человека, у одной души может быть только один род занятий. Но идея эта, потому что философ правил. Это значит, что он автоматически становится не учителем политики, а политиком. Да. И тогда он либо политик, либо философ. Хорошо. С первой троицей мы как бы справились. У нас есть вторая троица. У нас нет выбора. Вторая троица – это софист, политик, пир. И в таком случае пир занимает место диалога, который должен называться философ. В этом смысле пир описывает нам философа. И действительно, в речи диатимы мы встречаемся с утверждением о том, что Эрос – это философ. Хотя сама диатима – софист. Эрос также назван софистом, но до этого мы дойдем, когда будем читать. Соответственно, дискрипция Эроса должна быть дискрипцией философа. Тиран – это не Эрос воплоти, и Эрос не тиран. Эрос – это философ, и философ – это Эрос воплоти. Смотрите, как философия наступает на пятки Алкивиаду. Как Сократ претендует, как Платон претендует на то, чтобы показать, что подлинный Эрот с молнией в руке – это не Алкивиад. Подлинный Эрот с молнией в руке – это Сократ. Молния – это Алкивиад. Алкивиад не более, чем инструмент, не более, чем ступень. Однако этот философский эрот, эрот Сократа, он очень странный, в том смысле, что мы увидим, и потом, запомните эти мои слова, запомните этот мой твит, и потом мы увидим следующее. В Теетете Сократ будет говорить нам о своем эросе решающую вещь. Сократ бесплоден, он ничего не может сделать. Он может только помочь юношам родить что-то. Помните это повивальное искусство, знаменитое Сократа? И в пире Деотима говорит, эрос – это желание родить в прекрасном. Пошлая шутка, а послых шуток будет много, заключается в том, что родить в прекрасном, в первую очередь, значит побывать в прекрасном. Чтобы родить ребенка, а вы помните, что рождение детей – это самое базовое правение эроса, мужчина должен побывать в прекрасном. В этом смысле мужчина бесплоден, он не способен ничего рождать. И в этом смысле, когда Сократ говорит, что он побивальная бабка, он издевается над несчастным Теететом, потому что на самом деле он насильник. Он собирается, что он делает с юношами? Он заходит в прекрасное. И тогда прекрасное что-то рождает. Но об этом мы поговорим, когда уже будем читать. Какие еще доказательства того, что пир – это диалог философа Параксиланса? Пир описывает нам философа. Очень простое. Все представленные в пире люди являются архетипами. Как архетипы, они утверждают архетипичные вещи, связанные с тем, кем или чем они являются. Более того, практически все участники – это либо ученики софистов, либо софисты. Я говорю софисты, вы слышите Сократ. То есть единственный из присутствующих, не являющихся учеником софиста – это Аристофан. Именно, в частности, именно это указывает на особую роль Аристофана в пире. Хорошо. Мы разделили каким-то образом эти диалоги. Но, естественно, это деление, которое я вам предлагаю, – это не единственное деление. Мы только взяли название и посмотрели только на название. Мы также можем посмотреть и на нарративную структуру и увидеть, что пир знаменует собой определенную точку, которая начата в Алкивиаде. Прошу прощения, в Протагоре. Протагор – это начало, пир – это конец. Мы увидим это, когда увидим, что Протагор и пир – зеркальные. Вопрос – Протагор – это начало чего? И в самом начале Протагора мы читаем следующую фразу. Протагор – прошу прощения. Сократ, идя ранним утром куда-то или откуда-то, вдруг встречает некоего товарища. И этот товарищ говорит, я знаю, откуда ты идешь, Сократ. Ты идешь с охоты за Алкивиадом. И товарищ сомневается, что можно охотиться за Алкивиадом, потому что он уже постарел. В смысле, у него уже, говорит, товарищ пробивается пушок над губой, и вообще за такими мальчиками уже не принято бегать. Так вот, Сократ начинает рассказывать товарищу Протагор, чтобы отвлечь товарища от того факта, что он действительно идет от Алкивиада. И это показывается в конце Протагора, потому что в конце Протагора Сократ и Алкивиад уходят вместе. Протагор – это закольцованный диалог. Сократ идет от Алкивиада утречем, встречает товарища. Товарищ говорит, ты от Алкивиада? Сократ говорит, не-не-не, сейчас я расскажу, откуда я. Мы переносимся на сутки наобратно. Раннее утро. К Сократу прибегает юноша Гиппократ и говорит, отги меня к Протагору. Они идут к Протагору. День происходит, весь диалог с Протагором. Вечером этот диалог заканчивается. Гиппократ остается у Протагора. Но в конце диалога говорится, а потом мы попрощались и ушли. Мы – это не Сократ и Гиппократ. Мы – это Сократ и Алкивиад. И когда они уходят, начинается диалог Алкивиад I. И когда диалог Алкивиад I заканчивается, мы видим, как Сократ в начале Протагора идет от Алкивиада и встречает товарища. Который спрашивает его, ты от Алкивиада? И кольцо несется снова. Хорошо. Что это за линия диалогов? Протагор – это самое начало. Потому что из Алкивиада I мы знаем, что Сократ до Алкивиада I никогда не разговаривал с Алкивиадом наедине, только бросал умные взгляды. Поэтому Протагор – это начало совращения. Алкивиад I, Алкивиад II – это процесс совращения. И Пир – это конец совращения. Это разрыв Сократа и Алкивиада. Мы попытаемся потом понять, почему. Совращение, кстати, длиной почти в 16 лет. Потому что Протагор происходит в 432, а Пир – в 416 или 415. Почему Протагор и Пир? Как мы можем увидеть, что Протагор и Пир – это начало и конец? Мы можем увидеть это, видя, что они зеркальны по отношению друг к другу. Смотрите, Протагор рассказывается Сократом сразу после того, как случился. Я уже рассказал вам, Сократ, Гиппократ, утро, вечер и так далее. Пир рассказывается учеником Сократа, Аполлодором, 16 лет спустя, после того, как всё произошло. Протагор… 10 лет спустя, после того, как закончился. В Протагории юноша Гиппократ тащит Сократа к Протагору. Протагор – 310 CE. В Пире Сократ тащит юношу Аристодема на пир к Агафону. 174 AD. Точно так же, как Гиппократ не имеет значения для Протагора, в смысле для диалога, для Сократа, точно так же Аристодем не имеет значения для пиры. В Протагории Сократ и Гиппократ идут к дому Калия, где расположился Протагор, беседуя. В Пире Сократ и Алкивиад идут к дому Агафона молча. При этом Сократ начинает всё время отставать. 174 D. В Протагории дверь в дом Калия закрыта, и Евнух не хочет впускать двух пришедших. В 314 D. Дело в том, что пока они идут вдоль забора и говорят, Евнух слышит софистические разговоры. Так как он не Евнух, он не отличает софистику от философии. А софистов в доме Калия уже вот так. И он говорит, идите прочь, проклятые софисты. И Сократ говорит ему, снова стучится и говорит, мы не софисты мы, мы пришли к Протагору, пусти нас. То есть они ещё и прилагают усилия к тому, чтобы войти. В Пире дверь в дом Агафона открыта, и мальчик-раб, чувствуете разницу между Евнухом и мальчиком-рабом, немедленно тащит Аристофанова внутрь. Он даже не даёт ему ничего сказать. В Протагоре Сократ давит на Евнуха, чтобы войти. В Пире Сократ сам не входит долгое время. Он стоит в соседних сенях, и несмотря на то, что Агафон всё время заставляет раба притащить Сократа, Сократ не отзывается и на зов не идёт. Протагор идёт с утра до вечера, практически с утра до ночи. Ночью происходит Алкивят Первый, и утром Протагор начинается опять. В Пир происходит с ночи до утра. Они приходят на Пир ночью и расходятся утром. В Протагории основные действующие лица те же самые, что и в Пире. Вернее, не так. В Протагории все, кроме одного действующие лица Пира упоминаются в Протагории. В Протагории есть Сократ, есть Алвиад, есть Федор, есть Павсаний, есть Эриксимах и есть Агафон. Не хватает только Алистофана. Таким образом, чтобы понимать Пир лучше, лучше понимать надо Протагории. Но опять же, это снова не единственное деление. Дело в том, что помимо нарративной связующей, есть ещё тематическая связующая. И тематический Пир связан не с Протагором и Алкивиадом, обоими Алкивиадами. Тематический Пир является частью другой трилогии. Федор, Пир, Лисид. Эти три диалога связаны не только темой, а именно Эросом. В Федоре обсуждаются те вещи, благодаря которым Федор и начинает в Пире что-то говорить. Благодаря которому начинается Пир. В Федоре обсуждается первый уровень Эроса – любовь к прекрасному телу. В Лисиде обсуждается второй уровень Эроса – любовь к прекрасной душе. Диалог Федор – это Федор и Сократ, которые зачитывают речь Лисия, а потом Нептит с Лисидом. Хотя, видите, по-гречески они озвучены. Лисид – это лисис, а лисий – это лисиас. А они зачитывают речь Лисия, и Сократ говорит, какая глупость эта речь, сейчас я тебе расскажу, что на самом деле надо делать. И Сократ говорит, у него есть две речи, и Сократ говорит в первой из них, что единственное, что есть два типа людей, ну три на самом деле, любимые и влюбленные. Вы чувствуете разницу? Вот, Сафина Ильевна, сообщите нам разницу. Ну, влюбленный, да, какого-то отъема, а тот, который влюбленный. Так вот, Сократ говорит Федору, что любимый ни в коем случае не должен поддаваться влюбленному, не должен отдаваться влюбленному, а должен отдаваться невлюбленному. И затем он описывает, вся его речь состоит, почему не надо отдаваться влюбленному. Он никогда не объясняет, почему надо отдаваться невлюбленному. Но это беспокоит Федора, волнует Федора, в результате чего в начале пира Павсани скажут, что Федор все время беспокоится по поводу вот этой проблемы. И более того, речь Федора будет как раз про это. Если любимый имеет все преимущества, а влюбленный поступает в добровольное рабство к любимому, то зачем он это делает? Какая от этого выгода влюбленному? Вот что волнует Федора как любимого. И поэтому диалог пир начинается. Естественно, когда Сократ произносит эту речь, Федор такой говорит, вот ты сейчас такое страшное сказал, может ты это, одумаешься? И Сократ говорит, да-да-да, я одумаюсь. И тут же произносит вторую речь, где доказывает, что надо влюбленному отвечать. В Лисиде Сократ встречает мальчика Лисида, он совсем маленький, и речь идет о другой любви, о любви к прекрасной душе, которая больше не называется Элосом, а называется Филия. Филия – это любовь. Однако, вслед за Аристотелем, за этикой Аристотеля, мы предпочитаем переводить Филию как дружбу. Однако, мы не переводим слово философия как дружбу к мудрости. Все-таки это любовь к мудрости. Мы также имеем дело с небольшими нарративными замечаниями. Федор происходит до пира, потому что Сократ заражает Федора вопросом об Элосе, а Лисид происходит после пира. А в конце пира наступает странный момент. Пир закончился, уже давно закончилось, все закончилось, а диалог не заканчивается, в смысле текст не заканчивается. Текст зачем-то описывает, что происходит на утро после этой попойки, где уже никаких философских разговоров не ведется. И заканчивается вообще абсолютно странным замечанием, которое мы практически никогда не видим. А после этого Сократ встал, пошел умылся и пошел в Ликей. А после Ликея вечером вернулся домой, чтобы отдохнуть. Эта вставка кажется очень странной, если понимать, что диалог Лисид начинается с рассказа о том, как Сократ приходит в Ликей. Таким образом, указание Федора на то, что Сократ уходит в Ликей, связывает Пир и Лисид напрямую тем фактом, что Лисид начинается с указания на то, что Сократ приходит в Ликей. Указанное деление, естественно, не все указанные деления, а я уже указал вам достаточно, естественно, не являются финальными и являются волонтаристскими. Но это не значит, что они являются безосновательными. И я попытался вам показать, что основания для этого есть, для таких делений есть. Однако мы не можем не связать... Да, я забыл про что-то? Не влюбленный. Да. А третьих? Ну, вот, влюбленный, влюбленный, влюбленный. Невлюбленный. То есть разговор о том, почему надо отдаться невлюбленному и не надо отдаваться влюбленному. Соответственно, помните из Пира стратегию Сократа? Сократ говорит, что он влюблен в Алкириада или в того же Агафона, а на самом деле он ни в кого не влюблен. Это превращает любимого Алкириада в облюбленного Алкириада. Это стратегия, о которой Сократ в том числе говорит и у Ксенофонта. И это хорошая традиция, хороший переход к тому, что вообще-то Пир написан еще и Ксенофонтом. И вы знаете, что Ксенофонт и Платон это давние противники. В смысле это соперники. И поэтому, естественно, если Ксенофонт пишет диалог Пир и Платон пишет диалог Пир, они явно соперничают друг с другом в одном и том же вопросе. Проблема заключается в том, что мы не знаем, кто написал первый. То есть это Платон Ксенофонт отвечает или это Ксенофонт отвечает Платону. Но в любом случае, если вы хотите понять Пир Платона лучше или Пир Ксенофонта лучше, вам придется прочесть его противника. Конечно. Хотя бы потому, что там отчасти те же самые действующие лица. Хотя бы потому, что та же самая лестница диатимы описана, причем прямым классическим, ксенофонтовским прямым текстом, который, естественно, надо уметь читать. Вот. Кроме того, мы знаем, что Пир имеет определенные связи с другими произведениями других совершенно авторов, а именно с произведениями Аристафана. Дело в том, что Аристафан в свое время пишет комедию под названием «Лягушки». В этой комедии два поэта, Ихилл и Еврипид, я напоминаю вам про Еврипида, соревнуются перед богом Дионисом. Бог Дионис спускается в Аид и говорит, там наверху все так плохо, без одного из вас никак. Но я не могу понять, без кого. И они соревнуются перед ним. Кто же заслуживает того, чтобы подняться из Аида вверх? Бог Диониса все время сопровождает флейтистка. И он все время немножко пьян, потому что он бог Дионис. Вот. Дионис долго... Значит, два поэта. Старая школа и новая школа. Они друг друга поливают грязью, кидаются друг другу всякими субстанциями. Но Дионис никак не может решить. И тогда Дионис в самом финале задает решающий вопрос. А что с Алкивиадом делать? И Еврипид говорит, Алкивиад это погибель для города. Именно из-за таких людей все и произошло. А Эсхил говорит, коль львенка в городе растили вы, что же удивляетесь, когда он вырос? И после этого Дионис забирает Эсхила наверх. А Еврипид остается ни с чем. Соревнование двух поэтов старой и новой школы, которая заканчивается решением Диониса, соответствует соревнованию поэзии и философии в Пире. Вместо, смотрите, Дионис выбирает поэта, нужного поэта, по вопросу отношения к Алкивиаду. А в Пире пьяный, пришедший с филитисткой Алкивиад решает, кто лучше, Сократ или Агафон, в их соревнованиях друг с другом. Проблема заключается в том, что если бог может быть пьяным и ему ничего не будет, то Алкивиад пьян. И значит, его суждение замутнено. Помимо вызова, собственно, лягушкам, есть еще один вызов. Другой, самый первый. Вы помните, в чем проблема с Аристафаном? Аристафан – это автор облаков. Сократ в апологии говорит, есть два типа обвинителей. Одни старые, другие новые. Старый обвинитель – это Аристафан. Он написал облака, и из-за облаков вы все думаете обо мне плохо. И уже давно Аристафан создал традицию думать, что Сократ – это болтун и софист. Но при этом, смотрите, комедия написана 10 лет назад, поставлена 10 лет назад, к моменту происхождения пьера. А Сократ и Аристафан не просто вместе. А Алкивиад, приходя и видя Сократа не вместе с Аристафаном, удивляется, почему они не вместе. Кроме того, Аристафан, напоминаю вам, играет решающую роль во всем этом диалоге. Так вот, еще один ответ Аристафану. В первой комедии Аристафана, написанной им в 12 лет, называется «Пирующие». От нее до нас дошли только фрагменты. Но там есть один интересный фрагмент. В этом фрагменте описывается некий Аристадем. И говорится следующее. Аристадем так часто имели и спали с ним, что даже его анус стал называться Аристадемом. Не волнуйтесь, комедия всегда туалетная комедия. Даже если вы читаете «Облака, направленные против Сократа», там сортирного юмора достаточно. Это юмор, прошедший через века. Он работает. До сих пор смешно. Студенты смеются, когда мы читаем «Облака». Обязательно. То есть, каким-то образом, пир – это ответ Аристафану. Не говоря уже о том, что в широком смысле пир – это ответ поэзии вообще. Потому что пир – это поэтическое произведение. Это литературное произведение. Сократ никогда не писал книг и выступал строго против того, чтобы писать книги. Но его ученики, Платон и Ксенофонд, оба только пишут книги. Они считают, что путь Сократа дефективен. Иными словами, если Платон описывает нам, как Сократ решил соблазнить поэта, как философ пытается объединить философию и поэзию, то Платон уже это сделал, ибо перед вами философское произведение, облеченное в поэтическую форму. Хорошо. Мы можем двинуться немного дальше. И помимо того, что у пира есть название, у него есть подзаголовок. У большинства диалогов Платона есть подзаголовок. Этот подзаголовок, скорее всего, не дан самим Платоном, а дан древним редактором и составителем. В данном случае редактор выбирает подзаголовок о благе. Разговор об эрозе, разговор о плотской любви, о педерастии, о поэзии, почему-то, с точки зрения древнего редактора, который я снова напоминаю вам, ближе к Платону, чем мы с вами, на самом деле являются разговором о самой серьезной идее в платоновском творчестве, об идее блага. Однако у нас есть другой человек, которого мы уже ругали и хвалили сегодня, это Аристотель. Аристотель дает другой подзаголовок этой работы. Аристотель называет ее речами о любви. Я даже скажу вам, чтобы вам можно было это найти. Это политика 1262b10, то есть erotico es lois. Вот Аристотель вообще не видит речей о благе здесь, и вообще не видит блага. Он видит только вопрос об эрозе. И главное, что в тексте-то и то, и другое как бы есть. И мы сами для себя должны будем сделать выбор, что именно из этого, что на самом деле это, разговор о благе или все-таки разговор о любви. Наверное, на этом я должен буду остановиться во втором своем видении. Мы прошли заголовок пиро, вытянули из него все, что смогли, и дальше надо будет переходить в другую сторону. На самом деле введение не закончилось. Это я закончился. В смысле закончилась эта тема. Есть ли у вас какие-нибудь вопросы? Да. Давайте. А мы бы перечислили героя? Да, именно это я собираюсь сделать сейчас. То есть сначала мы поговорили о заголовке пиро, сейчас поговорим о других частях. Ну, есть какие-то вопросы? Что ж, если нет вопросов, давайте остановимся.